вторая новинка из премиальной линейки крюллермонт от фанагарии кабернефран 18 года надеюсь это будет не хуже чем красностоп хотя красностоп был очень хорош и два раза вот так хорошо да может ли так быть и еще у меня вот возникла мысль крюллермонт это же название виноградника они части вырубили и посадили красностоп и кабернефран или же у них виноградник расширился это знаешь это как у от французы у них коньяк до регион и бац там но время прошло место мало надо расширить регион коньяк как они называются коммуны до пол добавим этот там поселок это село там эту деревню и этот аул во франции есть аулы наверняка в любом винодельческом регионе должны быть аулы и так значит классическая крюллермонтовская бутылка красивая к ней никаких претензий кроме ее веса устала но на работать так сказать работа на дому она предполагает ожирение и ослабление поэтому это полезно да и качаетесь 2018 год кабернефран знмп ручной сбор выдержана в бочках происхождение винограда оао а пфф анагаре атаманский полуостров крюллермонт кабернефран уже реально уже тяжеловато так держать ладно дальше читаем вино защищенного наименование место происхождения сенной сухое красное выдержанное выдержана в дубовых бочках 12 месяцев дата розлива 30 07 20 летний алкоголь 13 процентов от объема открываем кстати я несколько раз встречал мнение о том что кабернефран это типа потомок каберне савиньона причем один раз мы это слышали в фирменном магазине фанагаре ковистка загнула эту тему так вот кабернефран это как раз таки родоначальник это самый первый каберне и он является предком каберне савиньона и мало того он является предком мерло но тут все по классике покрасилась ничего цвет в коричневинку бордовый темно-рубиновый что-то такое вино прозрачная но насыщенная аромат сразу такой сливочный сливочный сыр есть в аромате да немножечко грибное что-то куда-то и в то же время сливки такие сладкие ваниль да вот дуб ванильная пряная тема дубовые ягоды из-за этого ассоциации с пирожками опять у меня довольно часто выдержанное вино ассоциируется с пирожками из-за ванили и фруктов давай потелепаем вот так вот грибы какие-то прям какая-то лесная это вот эта фигня как ее подстилка так сразу лесом запахло плесень на сыре проросла заколосилась и замаховила так и представляешься конь осенний лес вот ручей текущий красная шапочка идет по лесу с пирожками для бабушки точно есть что-то маринадное то ли помидоры то ли какая-нибудь узнаешь сладкая типа горошка кукурузы наверно ближе все помидорный аромат сложный очень приятный знаешь даже какая-то головешка где-то есть там то есть сложно сложное вино приятное интересный аромат может быть даже он сложнее красностопа там вау эффект да там был вау эффект тут как бы так вот она давай пробовать ягодно очень ягодно нет таких убойных танинов как красностопе то есть они есть но они гораздо менее агрессивные кислотность высокая очень ягодный вкус напоминает голубику какую-то вот такие ягоды голубику да напоминают этот самый терин терин как правильно терин или терн терната по английское слово к нам-то терин короче терновые ягоды терновые ягоды да вот похоже во вкусе короче темные работы синие черные ягоды и ваниль опять пирожочность то есть и вкус пирожочный или даже не пирожочный а какая-нибудь красота то вот с этими ягодами черными цена у него все тоже 600 рублей фирменном магазине белый ценник то есть ну неплохо неплохо очень приличная винишко с раскрытием ароматов выступил перец как бы его писать очень мощный причем и молотый перец вот горошек пряный черный и в то же время если взять горькую перчину прямо с грядки разрезать и вот этот аромат вот такой вот перечное разнообразие то есть вот эта сливочность вот это ощущение пирожков и куча перца в сочетании с вот с этой рассолен кай это замечательно замечательно играет и когда пустой бокал мы пили очень не спеша и как бы бокал стоял пустой вплоть до высыхания и ты берешь его чтоб налить следующую порцию вина и нюхаешь и оттуда пахнет чисто перцем не ягод ничего чисто вот как открыл перечницу и понюхал мы сошлись во мнении что красностоп пожалуй более яркое вино более внезапное более более эффектно а тут как бы нет такого вау эффекта ну кроме разве что перца чистого перца в пустом бокале но но это достойное вино то есть начиная с момента открытия и при последующем употреблении ты понимаешь что это дорогое вино она сейчас уже нагрелась довольно сильно она вообще комнатная уже но абсолютно она очень приятно она стала более перечным при нагреве и рации кислотность под успокоилась она стала более сбалансированным при открытии больше кислотность торчал сейчас мы вообще хорошо торчалось